Всем привет! Сегодня я хочу показать еще раз, как живут мои кролики. Потому что я в прошлом году хоть это показывала, но прошел год, их пристанище выдержало массу испытаний и усовершенствований. Поэтому, в общем-то, кому интересно, я бы хотела показать, как я содержу кроликов и кое-что рассказать об этих кроликах. Вот, собственно, стоит их загон. Этот загон я сделала в прошлом году. У меня есть ролик о том, как я его сделала и сколько он мне встал. Что-то около 40 евро. Сейчас я сделала усовершенствование. Я проложила вот эти балки, сделала скат и крыши. Крыша у меня состоит из обычного, толстой такой пленки, специальной укрывного материала, который я просто на такие вот штуковинки, палатки ставят на них. Туристы сбивают палатки. Вот я, собственно, такие штуковинки веревочками привязала и все. Домик мне достался детский от соседей. Соседи купили дом. Там был, значит, зарыт вот такой вот домик, уже там врыт на 20 сантиметров стоял не знаю сколько лет. Они его просто выкинули. А я подошла к ним и говорю, ребят, выкинули, выкинули. Забрать можно? Забирай. Я забрала. Кроликам он понравился. Я его немножечко закрыла окна, сняла дверку с него, потому что она мне нафиг не нужна. И поставила его на... Сейчас покажу. Он был весь такой хлипенький. Я его просто на деревяшки поставила. Деревяшки сгниют, конечно. Ну что, все гниет. Ничего вечного нет. Заменим. Вот, собственно, так они живут у меня. Ну, это их второй домик. Большая клетка. Они в него иногда залезают, но очень редко. Там у них стоит еще маленькая клеточка, которую я сделала сама. Вот ее они любят. А вот тут вот у меня, значит, ни к силу ни к городу 30 евро заплатила вот за эту фигню. В общем, они не пользуются. Поэтому поставлю, наверное, ее на интернет, за сколько не за сколько. Вот. Вот, собственно, и все. Сегодня, значит, я хочу показать... Да, у меня, значит, где-то клетка стоит неделю на одном месте. То есть вот вся эта вольера. Потом я ее просто перетаскиваю. Вот сейчас я собираюсь ее перетащить вот на это место. Видите, длинная трава. Вот. Это как раз то, что надо. Вот. Но после них, конечно, остаются вот такие вот вещи. То есть трава выжженная, там, где они писали, какали, рыли и так далее. Вот остаются такие вот. Но что я хочу сказать. Вот здесь у меня где-то месяц назад стояло. Как видите, все зажило. Все болячки природы. Природа заживила. Можно уже снова ставить. Уже снова длинную трава. И ничего, собственно, не делается. Ну, в сентябре это где-то месяц. А здесь буквально за три недели все зарастает. Вот. И вот в прошлой неделе стояла клетка где-то вот здесь вот. Вот здесь вот. Видно, что трава короче. Но, в общем, она уже вполне нормальная. Траву я не стригу, потому что мне просто лень этим заниматься. Вот. У меня вон две мохнатые газонокосилки. Сейчас я буду переставлять их домик на новое место. Вот. А потом расскажу вам кое-что о самих кроликах. Представлю вам их лично. Потому что, на самом деле, у меня животные просто так не попадают. И эти ко мне попали каким-то вообще странным способом. Вот. И я расскажу о них немного. Ну, вот. Почти перетащила. Осталось чуть-чуть. А вот и мои красавицы. Мои красавицы. Вон, старая сидит. Короче, вот эта красавица. Урожденная с родословной. Звать ее по родословной Беа. Как вы понимаете, для русского рта это невыговариваемо. Для уха, по крайней мере, странно. Вот. Вот эту красавицу мне продали всего за 25 евро в возрасте полутора лет. Почему? Потому что она с дефектом. Она немного держит голову. Уже шерсть свалялась. Она немного держит голову на левую сторону, наклонившись. И поэтому она не годится для выставок. А раз не годится для выставок, значит, не годится для того, чтобы рожать потомство. Вот. Ну, из-за того, что она держит голову, или я не знаю с чего, как это получилось, опять же, не знаю. Мне ничего не сказали они тогда. Просто предупредили, что она с дефектом. И все. Вот. И у нее вот этот вот глаз, он то ли не видит, то ли видит плохо, то ли она просто не привыкла им пользоваться, из-за того, что она держит голову наклоненной налево. Наверное, вот так вот чуть-чуть видно, да? Вот. И у нее он как-то вот все время шерстью закрыт. Вот. Поэтому... Сейчас мы ее подстрижем немножечко. Она свалялась. Вот. Поэтому мне ее продали, значит, задешево. Вот. Не знаю, рожала она или нет. Возможно, что нет. Вот. Но когда я пришла ее забирать, она была вся обритая почему-то. Хотя непонятно, почему этот мех. Ну, они, конечно, продают, но не настолько уж он дорогой. Вот. Она была вся в колтунах. Ну, она и у меня, в общем-то, в колтунах. Но тогда, как говорится, они готовили ее к продаже, могли бы привести в порядок. Видимо, не так хотелось им. Не так важно было. Вот. И вообще вид у нее был достаточно жалкий. Сидела она в каком-то сарае, в котором даже мне, чтобы войти, пришлось нагибаться. Полно было там мух, темно, смрадно. Ну, там другие кролики тоже так же сидели. В общем, короче, люди занимались тем, что разводили их чисто ради денег. И жизнь животных их не особенно волновала. Вот. Ну, у меня, конечно, они тоже, может быть, не идеальны. Первые два года мы жили в центре города. У меня, правда, был большой балкон. И вот полбалкона я определила под кроликов. Поставила там две клетки между ними, такую, ну, тоже крышу, навес как бы. Балкон, конечно, был похож, ужас на что. Но, тем не менее, там они жили всю зиму, чтобы им было сухо, значит, и дождь не мочил их. Вот. Ну, какие уж есть возможности, такие и даем, как говорится. Потом я переехала сюда. Вот здесь я уже живу год. И здесь они у меня зимой четыре месяца жили в полуподвале. А летом, все лето, остальные восемь месяцев вот живут в этом загоне, который я каждую неделю передвигаю на свежую вкусную травку. Вот это, собственно, то, что про бусю. Сейчас мы эту бусю определим в клетку. Идем, бусинка. Да, бусинка, это я ее так назвала, потому что био, это, конечно, непроизносимо для нашего языка и странно для наших ушей. Вот. Но, на самом деле, они у меня имен своих не знают. Они у меня просто кролики. Рыжая и серая. Ну, а вот серая, вторая, мне досталась вообще бесплатно. Она типа, она ангорская. Ну, она, конечно, не сто процентов ангорская. Она смесь, хотя похожа на ангорскую. Но шерсть она дает в два раза меньше, чем бусинка. Вот. Имя ее было Волли. Но, опять же, непроизносимо для русского языка. Она на год моложе. Эй, куда, куда мы бежим? Куда, давай, 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 туда, 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 туда. Вот. Она у меня на год моложе. Она у меня тоже слепая на один глаз. Но это уже случилось позже. В один прекрасный день я заметила, что у нее какой-то странный один глаз. Он как-то, как будто перламутром отливает. Вот. Ну, позже я выяснила, что это помутнение хрусталика. Что сделать ничего фактически нельзя. Только операции по удалению хрусталика. Уж сколько стоит такая операция, даже сказать страшно, конечно. Вот. Никто, только людям, которым совсем денег девать некуда, те, может быть, такое делают. Что ж ты делаешь, разбойница? Разбойница ты, да. Хулиганка. Нормально, конечно, никто кроликам такое не делает. Кролик стоит 25. Ну, молодой, родоследный, 50 евро. Вот. Ну, ничего. В общем-то, и зачем мучить животное. Она прекрасно живет с одним глазом. Это же не природа, где они вынуждены там спасаться, находить пищу и так далее. Здесь они все имеют. Вот. Так что у меня два одноглазых кролика. Ну, что, ну, что, ну, что, ну, что, ну, 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 аппарат их заинтересовало. Они ни разу такого не видели. Вот. Я их недавно пощипала. Сначала рыжую, потом серую. Но, как видите, они уже опять обросли. Буквально за две недели уже снова обросшие. Вкусная травка. Вкусная-вкусная травка. Блаженство. Вот. Так что, вот такая вот история. Да, та, значит, ну, она типа ангорская. Ну, она не стопроцентная. Ну, может быть, три четверти от силы. Не больше. Вот. А может, даже и половина. Ну, ничего. Сколько-то она дает шерсти? Она дает, на самом деле, шерсти мало. В два раза меньше. Но зато она очень-очень нежная у нее. Шерсть. У бусинки шерсть не такая нежная. Там все-таки присутствует достаточно много. Вот это даже видно. Вот. Сейчас покажу. Вот. Видно, да? Вот этот вот остевой волос. А у Воли он хоть и есть, но он почему-то у нее практически не выпадает. Его очень мало. Что? Ну? Что? Ну? Они достаточно дикие у меня, поскольку живут сами по себе. Я их только кормлю до и переставляю вот их за огонь раз в неделю. И все. Поэтому они... Ну, конечно, я их иногда чешу, там, ну, совсем иногда, раз в месяц положено, два раза в неделю. Ничего не надо два раза в неделю их чесать. Это от неправильного содержания у них шерсть сваливается. Ну, сваливается немножко. Ну, вот было там у Воли шерсть на загривке свалялась, вот у бусинки тоже свалялась. Выстригаю я это все, и остальное просто прочесываю, вынимаю старый волос, новый оставляю, чтобы им было чего-то. Вот так вот и живем, да? Вот такие вот красавицы. Вот здесь вот видите, у меня по краям проложена сетка. Почему она проложена? Да потому что они зараза подкапывают. Они копают и подкапывают. И так выглядеть и сбегут. Поэтому по краю я проложила вот такую вот крупную сетку, чтобы они не могли поразкопать. Ну, а если они в центре раскопают, то им придется очень долго копать, прежде чем они смогут сбежать. Все, я пошла, значит, остатки клетки достраивать. Сейчас будет последняя. Последняя серия. Так, это я все переношу. Сейчас я установлю этот аппарат, чтобы он, так сказать, снимал. Поехали. Вот, собственно, и все. Переехали на новое место. Кролики довольны. У меня осталось теперь только крышу им сделать, потому что то, что у нас может быть в любой момент, даже когда такая прекрасная погода, может налететь дождячок. А кролики могут наслаждаться свежей вкусной травкой еще неделю. Вот что осталось на месте их пребывания в течение 7 дней. Что сказать, ямы сейчас будем закапывать мусор, убирать от травы, вырастет сама. Вот так. Всем хорошего дня, всем прекрасного настроения, до следующей встречи.